К этому матчу с сибирякам, мягко говоря, не везло. Вкус победы они не ощущали 11 матчей рядом. В копилке дружины Евгения Перевертайло было три очка, заработанные в трех ничейных матчах и 19-я строчка турнирной таблицы. И это было заметно по игре. Евтехимик сразу завладел инициативой, что называется, по-хозяйски. Сибирь, голодная до побед, жаждала забивать, но тем не менее играла от обороны. Активность химиков желаемого результата не принесла. Если в центре перехватить мяч удавалось, то удержать его на половине гостей получалось далеко не всегда. Несмотря на то, что Сибирь играл вторым номером, атака на 11-й минуте завершилась забитым. Мячом счет в матче открыл 19-й номер сибиряков. Пропущенный мяч пошел на пользу, и химики стали играть собране, и количество выпадов в сторону ворот соперников заметно прибавилось. На 30-й минуте Вячеслав Чадов мог сравнять, но не вышло. Концовка игрового отрезка знаменовалась рядом атак в створ ворот Сибири, но снова наших подвела точность. Нефтехимик продолжил прессинг во втором тайме. На 54-й минуте контратака нижнекамцев вылилась в долгожданный гол в ворота Сибири, но судья зафиксировал офсайт. В дополнительные 3 минуты Богдан Байчук на добивание вклотил мяч сибирякам, но и тут судья зафиксировал вне игры. Итог 1-0 в пользу Сибири. Мы планируем каждую игру применять разные игровые стили, доминирующие, выжидающие, но сегодня ход игры нас заставил больше играть на своей половине. Такие игры бывают, просто надо пережить, перетерпеть. В целом, игрой команда доволен. Наверное, все-таки наша победа сегодня была более правильной. Но это футбол. Будем работать. Теперь нефтехимик отправляется в северную столицу, где ему предстоит проверить на прочность местный «Зенит-2».